Заниженная самооценка – это одна из главных проблем ребенка в подростковом возрасте, которая в будущем может привести к очень неприятным последствиям. Как понять, что ваш ребенок столкнулся с этой проблемой и помочь ему преодолеть все трудности? Если ваш ребенок тревожный, неуверенный в себе, застенчивый, недоверчивый, то, вероятнее всего, он уже где-то на краю ямы самоунижения. Он постоянно ждет ударов, его обманут, обидят, недооценят, поэтому выстраивает условную стену между собой и окружающими. Он редко проявляет инициативу, боясь неудачи. Если вы заметили эти симптомы у своего ребенка, то необходимо срочно начать движение в сторону здоровой, адекватной самооценки. С адекватной самооценкой жить легче и приятнее. Ребенок верит в себя и в свои силы. Неудачи его только закаляют. Он знает, что если постараться чуть лучше, можно достигнуть желаемого. Такой ребенок не стесняется просить помощи и вполне может оказать ее окружающим. Адекватная самооценка дает старт для формирования здоровой во всех смыслах личности. Итак, когда ваша цель намечена, как же начать к ней идти? Если ваш ребенок высказывает тревожные симптомы, депрессия, скрытность, цинизм, высказывания в стиле «я ничтожество», то для начала проанализируйте причину. Дело может быть банально в том, что ваши требования просто несоизмеримы с возможностями. В этом случае вам, как взрослому и ответственному человеку, необходимо начать следить за собой. Например, ребенок с дефицитом внимания будет неусидчив. И это никак не исправить. Он не сможет выполнить ваши требования на протяжении долгого времени. А сын, который очень любит петь и хочет заниматься именно вокалом, никогда не будет тяжелоатлетом со здоровой самооценкой. Не предъявляйте ребенку завышенных требований и никогда не сравнивайте с другими в его пользу. Проанализируйте ситуацию вместе. Пресловутая «а почему не пять» никогда не сделает из вашего ребенка отличника, зато подарит ему уйму неприятных ощущений. А вот помощь в освоении неподдающейся тригонометрии, напротив, поможет убедиться в своих силах и вашей родительской поддержке. Для подростков мнение ровесников истина в высшей инстанции. Так что если Катя, Вася и Марк сказали, что я выгляжу как идиотка, то ваше мнение вряд ли поможет исправить ситуацию. Увещевания в стиле «ты кому больше веришь» не помогут. Доверяет-то ваш ребенок вам, а вот верит молодежи вокруг. И ругать его за это не стоит. В случае, если внешний вид действительно сильно влияет на самооценку вашего подростка, лучше пойти ему навстречу. Но только если он сможет аргументировать, почему зеленый цвет волос нужен именно ему, а не его одноклассникам. Подумайте на семейном совете, что вам важнее – забитая девочка-подросток с убитой самооценкой или принципы, что драные джинсы и неформальная одежда не для семьи Ивановых. Ребенок перерастет и цвет волос, и корсеты, и ушки на ободке. Другой случай, если в школе имеет место реальная травля. За национальность, дефекты речи, за то, что отличница худая, толстая. Выбор у детей жесток и специфичен. Присмотритесь к тем, с кем ваш подросток общается. И если вы выясните, что его низкая самооценка является результатом целенаправленной травли, переводите его в другую школу. Психика у детей ломается очень просто, так что новый виток войны за справедливость можно отложить. Лучше действовать. Начальник вас хвалит. И пожалуйста, не бойтесь перехвалить своего ребенка. Нет, у него не появится корона на голове. В подростковом возрасте уже не появится. Опасаться испортить чадо и превратить в принцессу надо куда раньше. И эгоистом он не вырастет. Эгоист это человек, который поступает рационально и хочет себе благо. Ну где же тут минусы? Использование других людей для собственной выгоды в термин, кстати, не заложено. Так что смело хвалитесь за дело. Чем более конкретно похвала, тем яснее ребенку, что взрослые ценят то, что по их мнению хорошо. Если вы обнаружили, что самооценка у вашего ребенка хромает, то помогут исключительно решительные действия. Дело в том, что рост самооценки прямо пропорционален преодолеваемым трудностям. Вы можете прочувствовать это на себе. Вы справились со сложной задачей на работе. Вы выжаты, но чувствуете себя лучше. Вам удалось похудеть, хотя занятия в зале, ну, никак не вписывались в напряженный график. Вы чувствуете себя сильнее. То же самое и с ребенком. Он поверит в свои силы, если сумеет их продемонстрировать. Подтянуться три раза, тренируясь с папой, получив высший балл, дополнительно занимаясь математикой вместо игры на компьютере. Преодолев страх перед фотоаппаратом и своей внешностью, потратьте время, сходите с девочкой, которая считает себя дурнушкой на фотосессию. Вот увидите, классная аватарка ВКонтакте и ребенок расцветет. У каждого человека есть талант или, говоря языком предпринимателей, конкурентное преимущество. Можно бесконечно пытаться улучшить то, что не получается. Об этом речь шла в предыдущем пункте про преодоление трудностей. Но усиление любимых сторон – это ваш шанс получить уверенного в себе ребенка. Итак, если ваш ребенок отлично рисует, отправьте его на курсы. А если любит футбол, запишите в команду и найдите хорошего тренера. На наше счастье, социальные сети – обитель не только плохих новостей, но и красоты, которой можно делиться. Здоровая самооценка – залог становления личности, имеющей счастливое будущее. Ребенок, которого родители не научили любить и уважать самого себя, считаться со своими желаниями и выстраивать приоритеты, вряд ли сможет иметь здоровые отношения с окружающими. Ведь нас уважают и ценят ровно настолько, насколько мы уважаем и ценим сами себя. Приятного аппетита! Продолжение следует...